Всем добрый день! С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь на улице Европейской, дом номер 106. Мне позвонили жильцы этого дома и попросили осветить проблему, о которой они расскажут сами. Сейчас я буду встречаться с жильцами и брать у них интервью. Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Я Бурчак Ирина Владимировна. Живу по Европейской, 106. Вот наш дом. Что у вас случилось? У нас, значит, такая проблема. В сентябре месяце 2016 года у нас был универсал Полтава на первом этаже. Они съехали, хозяйка сдала в аренду это помещение, магазин, который торгует секонд-хендом. То есть вещами, которыми уже были в употреблении. И вот эти вот вещи, они обрабатываются формальдегидом. А поскольку у нас дом жилой, на первом этаже этот магазин, дом старый, тут вентиляционные у нас каналы идут прямо из магазина через наши квартиры. То есть один канал снизу до верха на все квартиры. И вот этот весь запах секонд-хенда, он распространяется по всему дому, аж до пятого этажа. То есть круглосуточно люди этим дышат. Ну мы же думали, это просто, ну так себе, неприятный запах, да и все. А мы обратились в марте месяце 17-го года к депутату Денису Полищуку. Вот. И Денис Полищук сделал депутатский запрос в лабораторный центр, в Держпроспоживслужбу. И там пришли и сделали анализы, то есть доследжения по витре. Вот. И запротоколировано, что у нас было превышение формальдегида в квартирах в полтора раза. В полтора, в два. Вот. И местами два с половиной. Вот. Ну, начали оформлять документы Держпроспоживслужба, начали оформлять документы для того, чтобы подать в суд и прекратить деятельность этого магазина. Вот. Ну, поскольку это все очень долго вообще юридически это все продолжается, ну, в октябре месяце у нас было первое заседание, в октябре 17-го года у нас было первое заседание по этому магазину. Ну, там хозяин магазина сделал просто рокировочку такую. Убрали одного ФОП, физично особо предпринимателя у них была, допустим, масли, они оформили магазин на Марченко. И все. И суду больше нечего делать, как бы такого предпринимателя нету, и как бы прекращать деятельность некого. И первый суд мы, что называется, проиграли, потому что, ну, просто закрыли дело, да и все. Вот. А сейчас уже им это не удалось сделать благодаря нашему депутату и благодаря Держпроспоживслужбе, начальнику. В общем, все подключились, стараются нас как-то вытянуть, спасти. Вот. И сейчас по-новому у нас снова идет заседание. И уже по-новому у нас приходили в декабре месяце, делали новые замеры. Приходил лабораторный центр. И что по замерам уже в декабре? В декабре, значит, превышение формальдегида в воздухе в магазине в 4 раза, а в квартирах 3,7 и 3,3. Это все документально подтверждено, да? Документально, да. Это есть протоколы, они у нас на руках, они есть в документах в справе, в суде. Вот. Так что превышение такое, что нам врачи сказали, что, в принципе, все жители рано или порзно умрут от рака. Да. Скажите, а вот я вижу 7 кондиционеров, это их кондиционеры? Это их кондиционеры, да. Вот эти кондиционеры летом, когда работают, во дворе находиться совершенно невозможно. Невозможно. Просто идет... Они, кстати, меряли воздух во дворе. Во дворе воздух превышение было в 6 раз. Но я сейчас чувствую, они не работают, но чувствую. В 6 раз было превышение во дворе. А тут приходит, видите, детская площадка, к нам приходят мамы из других домов, они тут с детками гуляют и вот этим всем дышат. В общем, просто ужасно все. А что вы скажете? Так кто знает, что нам уже все рассказала. Но мы возмущаемся, что же все же мы дыхаем этим воздухом. Вот я, например, живу на третьем поверхности, так, под балконом. Прямо под вот этим кондиционером. А у нас на втором вообще не нужно тоже. Ось на втором, я на третьем поверхности живу. Он кондиционер, витяжка, иди, и все на балкон, и все дихать ничем, хоть кто знает, что делать. А на ту сторону, у меня тоже квартира, векно открывается. На ту сторону, как раз у меня векно перед их дверями, над их дверями, понимаете? Над их дверями. И двери сюда, и туда, и весь воздух до нас. И все, мы оцем дыхаем. Скажите, когда гастроном был, были какие-то претензии у вас? Ні, не было. Не было у нас нигде ничего. Гастроном был, и тут и подвал еще работал, как гастроном был. Никаких проблем никогда не было? Ні, мы 65-го года тут живем, такого не было. А вот когда был магазин здесь с мыломоющими торговали, были? А не было у нас такого магазина. Вообще, он даже не под нами, той магазине. А, он тут и дальше, да? Он дальше идет, дальше туда, у 106-й А. В этом доме находятся три дома, 106, 106-й А и 108. И там, где Астера, то находится под 106-й А. А там у жителей есть какие-то проблемы? Ничего, они не сказали. Ничего, они не замечают лишнего, ничего. Все же появились проблемы, как секундфель сделали. Вот последний. Например, у меня в квартире 3,7 превышение идет. А у нас 3,3. А у вас 3,3. Да, я еще хочу сказать. Люди живут 3,3 на другом поверхности, а я живу на третьем над ними. Но я не думаю, что у нас меньше. Я не думаю, потому что все поднимается до верху. А помирять у меня просто не получилось, потому что пришли из лаборатории и сказали, что мы имеем право проверить только 4 дочки. И в нашем доме очень много молодежи живут. Такие до 30-ти лет, по 15 лет отмели внуку. Вот во втором подъезде двухмесячная дитинка. Они на втором этаже живут. И оно все равно проходит все же выше и выше. Дети такие, что только в школу начали ходить. Понятно. Ирина, скажите, вот вы обратились к депутату Полищуку. А вы знаете, кто у вас депутат по вашему округу? Знаем, с трудом мы это выяснили, с большим трудом. И очень спустя много времени Шамота у нас Александр депутат. Но как бы его найти и где-то с ним встретиться, но это просто невозможно. Для вас это составило проблемой? Да, очень большая проблема. А по вашему округу депутат Верховной Рады, вы знаете кто? Каплин. Не пытались к нему обращаться? А где его найти? Точно так же, как и Александр Шумов. Его нигде невозможно найти. То есть вы оказались в такой ситуации и... У нас только Денис Полищук откликнулся. Мы только обратились, он сразу депутатский запрос, сразу начал это все делать. Скажите, я вижу у вас окна в подъезде по всему дому. Да. А это, кстати, тоже благодаря Денису Полищуку. То есть тоже... Он приходил к нам, он сделал у нас собрание жильцов, он это все наши просьбы, все зафиксировал. Потом это все как-то провел, все это сделал, и он пообещал, что сделают. У нас очень была прямо крыша аварийная, подъезды, конечно, тоже очень ужасные. Он пришел, пообещал и все сделал. Когда следующее заседание суда? Следующее заседание? 19-го. Вы не против, если я буду? Пожалуйста. Мы всегда, пожалуйста, не будем. А пока что-то можно еще сказать? Да, пожалуйста, не надо. Кажи. Ну, дело в том, мы первый раз на суде, и нам не понравилось, как за нас выступал адвокат наш. Нам не показалось, что он нас защищает. А вроде он так, как подигрует. Его оппоненту, как говорится. Да, да. Он даже ни слова в него не имеет, что он в нашу сторону, что ты сказал. Мы там не адвокаты, не юристы. Ну, нам не понравилась его работа. Нам надо писать, заменить его полностью. Он не говорит. Каким-то образом. Конечно. Ты с отчетом. Потому что нам поиски, не зеленые получат пьемы. Он нам не защищает. Конечно. Если дело в том, что мы не присутствовали на этом, нас вычекнули полностью. Ну, свидетели выгнали. Как же мы можем, как может только есть защитник в магазине, но нет заявлений. Я понял. Если он говорит, что экспертиза это недействительно, мы не присутствуем, что же это такое получается. Правильно? Как вы думаете? Хорошо, я слышу вас. Спасибо. Вы защищаете своих хорошо, правильно. Потому что, наверное, ему деньги заплакать. Ну, не бачили, мы не имеем права. Ну, удивительно, что там защитник выступал и говорит, что они выступают неправильно. Лабораторию обвиняют. Ну, нельзя же так на суде говорить. Почему ему это позволяет судья так рассказывать? Вы же были там. Мы не были. Это же афу. Правда? Спасибо. Я хочу сказать, что зимою у нас выключили кондиционеры. Вот эти выключены зимою. А литом, когда включают? И то чути воздух, и то чути... Ну, я слышу запах. Да, да, да. А литом, литом жарко, дуже жарко. Кондиционеры эти рубля, вы понимаете? Ну, просто не выдерживает сердце, не выдерживает бронхи. У меня, например, лично хронический бронхит. Я никаких запахов не переношу. И мы страдаем. Скажите, будь ласка, за что мы страдаем? Ну, что нам нужно? А можно я еще добавлю? И это же весь день. Формальдегид, кстати, относится к веществам высокоопасным, к категории высокоопасных веществ. И чем он опасен? Что идет хроническое отравление формальдегидом незаметно. То есть потом приходят болезни, самая легкая это астма, а похуже там рак легких. Накупление в печенке. Накупление в печенке, накупление в течение выхода. И потом даже доказать невозможно, что именно от этого произошло. А то он действует, он убивает медленно, но уверенно. Понимаете, в чем опасность? Вот так нам врачи объяснили. И так мы уже эту информацию тоже в интернете почитали. В общем, все очень плохо. Спасибо большое. Еще один вопрос. Продолжение следует...